Здравствуйте все интересующиеся далёкой-предалёкой галактикой, вы на канале Старый Ворсик, и это видео о разборе книги Звёздные войны, расцвет республики, называется Во тьму от писателя Клаудии Грей. Со спойлерами и без. А перед началом обзора хотел зениться за свой голос, потому что я сейчас болею, и из-за этого могут быть некоторые ну трудности в том плане, что я могу иногда закашлять и так далее, вот во время разбора. Вот, ну а теперь переходим к части видео без спойлеров. Вот, эта книга одна из самых интересных в плане сюжета, вот вообще, из всех, которые я читал, по крайней мере в новом каноне. В новом каноне я прочитал все книги, которые есть на русском языке. Вот, кроме того, очень неплохо продуманы герои, проработана их история и так далее. Ну, это как обычно про джедаев, достаточно интересно. Но Клаудия Грей вообще очень хорошо получается это всё прописывать на характеры героев, их внутренний мир, их мысли во время того или иного события и так далее. В общем, очень здорово. Вообще, Клаудия Грей очень хороший потенциальный писатель по Звёздным войнам. Надеюсь, она будет больше и больше книг писать по этой вселенной. Вот, потому что она до этого написала Учитель и Ученик. Мне тогда эта книга тоже очень понравилась. И эта книга меня не расчарала, она, наверное, даже интереснее предыдущей. Но сразу же для тех, кто не читал, предупреждаю, что эта книга куда более приземлённее, чем первая из этой трилогии про расцвет республики. Вот, то есть здесь нету прям глобальных событий, которые будут влиять на целую планету, систему и так далее. Здесь вот всё крутится вокруг просто нескольких героев. Всё куда приземлённее, нету вот большого масштаба и так далее. Но мне, в принципе, такие приземлённые истории тоже очень нравятся. И их время от времени в Звёздные войны тоже надо добавлять. Потому что, ну вот как в фильмах, где там спасение всей системы от империи и так далее, это всё, конечно, интересно. Но иногда хочется чего-то более приземлённого, как в Мандалорце. То же самое и в книгах. Поэтому история здесь такая очень приземлённая, и мне это нравится. И ещё один минус. Здесь, к сожалению, нету атмосферы первой книги. Это вот, наверное, вообще единственный минус этой книги в том, что здесь нету вот именно атмосферы такой республиканской. Такой, ну вот знаете, как было в первой книге, вот мы все республика. Вот тут этой фразы не сказали ни разу. Извините за спойлеры, если ты можешь начитать за спойлер. Но, к сожалению, здесь нету вот, как сказать, соблюдения правил или эпохи, которые задал первый писатель Чарльз Соул. Вот, а в остальном книга прям крутая, и не придерёшься, читается очень интересно. Если бы я не заболел, видео вышло бы ещё на пару дней раньше. Так что вообще всем советую прочитать, даже не обязательно, если вы фанат Звёздных войн. Это вот просто как приключенческий роман, прям очень интересно. Ну а теперь переходим к спойлерному мнению. Прошу всех разбора. Прошу всех, кто ещё не читал книгу, покинуть это видео, потому что очень интересно всё это читать самому. Прям сюжет очень захватывающий. Поэтому, все, кто книгу не читал, я вас поздравляю с наступающим. Желаю вам всего самого хорошего в следующем году. И мы все ждём, что в следующем году будет намного больше контента по Звёздным войнам вообще. Уже на следующий год запланировано, в феврале выйдет вторая книга из трилогии о Трауне Доминации. Высшее благо называется. Я уже тоже сделал предзаказ, так что видео в феврале будет. Но, как бы это ещё не скоро. Вот, поэтому переходим к спойлерной части. Спойлерную часть вместе с нами будет разбирать Жиот. Очень жалко, конечно, что у этой книги нет атмосферы, которая осталась от Чарльза Соула. Ну, то есть, вот такая, знаете, гордая, что вот мы все республика и так далее. Здесь прям такого абсолютно нету. Но с Доу Клауди и Грейси своя такая приключенческая добрая атмосфера. И когда к 30-й странице прибыла посудина с Леоксом Афи и Жиодом, я просто аплодировал стоя, потому что описание там просто зашкаливало. Это невероятно было и забавно, и круто, и необычно, и неожиданно. То есть, вот понимаете, у Звёздных войн такой офигенный есть потенциал. Не только в плане мрачных, суровых фильмов, как это было, ну, практически. Ну, вот, как, например, новая трилогия была, и при этом, ну, я не знаю, добавить туда какого-то необычного такого юмора, связанного с пришельцами и так далее. Клауди и Грейси очень хорошо пользуются потенциалами, которые можно использовать в Звёздных войнах везде, не только в книгах. И которыми, к сожалению, практически никто и не пользуется, кроме Клауди и Грейси, может, еще парочка писателей. Вот, это обидно, потому что вот все вот эти приколы с Жиодом, который камень, и который разумное существо, ну, это ж просто офигенно, как мне кажется. Мне прям очень понравилось. Вообще, все герои там такие очень приятные, может быть, немного стереотипные, но очень хорошо прописаны. Вот, даже те, у кого не прописана полноценно их прошлая история жизни, они все равно очень, ну, интересные, очень понятные, человечные. То есть, прям описание там героев, прям браво, Клауди и Грейси очень круто их пишет. Мне невероятно понравилось. Насчет самого сюжета, он, в принципе, тоже хорош. События происходят строго параллельно первой книге. Вот, то есть, Рид, он, падаван Джоры Мали вместе с другими джедаями летит на станцию Маяк Звездный Свет. И именно в тот момент наследный путь, который, ну, про который писали в самом начале первой книги, Свет джедаев, разваливается. Из-за того, что там произошла перегрузка систем, из-за нигелов, которые в тот момент по своим трупам перемещались и чуть не задели наследный путь, из-за чего тот взорвался. Вот, и как раз-таки эти обломки начали настигать посудину. Название, кстати, тоже гениальное. Мне очень нравится вообще, что перевод здесь не убил, ну, или, по крайней мере, не убил большинство таких названий, шуток и так далее. Очень качественный перевод сделан. Вот. И из-за этого, в общем, гиперпростанство перекрыли, и, по сути, не пришлось остаться на своем месте, в космосе, вот, поблизости с какой-то заброшенной станцией. Вот. Там остались еще несколько других кораблей, которые тоже были застегнуты врасплох, перемещаясь просто в гиперпространстве. Вот. И так вот они просто начали выживать на этой станции. Проблема была еще в том, что рядом с этой станцией была звезда, которая время от времени вспыхивала и могла вообще превратиться в сверхновую через какое-то время. И поэтому надолго оставаться там было опасно, и им всем пришлось спрятаться внутри этой заброшенной станции. А поскольку там было много разных рас, это уже было ближе к регионам, где республика не обладала такими же правами и такой же популярностью, как в Ядре, на Корусанте и на других популярных планетах республиканских. Поэтому там было много преступников, контрабагистов. В общем, это достаточно интересный сюжет, прежде заброшенная станция, все такое. Очень неплохо, я должен сказать. Причем фильм из этого получился просто офигенно. Вот. Я прям читал и видел, как бы это хорошо смотрелось в фильме. Но, к сожалению, нет. Вот. Также, кстати, эта книга чуть-чуть отличается по внешнему виду от всех предыдущих. У нее более дорогой переплет, приятный на ощупь. И страницы очень гладкие, приятные. Более тонкие, за счет чего книга сама тоже не такая толстая. Ну, это уже кому как больше нравится. Но страницы гладкие мне прям очень понравились. Все остальные просто были очень шершавыми. Мне, в принципе, все равно, если книга интересная. Но все-таки это приятный бонус. Также здесь есть несколько классных сюжетных поворотов. В принципе, учителя и ученики тоже были хорошие сюжетные повороты. И тут они остались на таком же высоком классном уровне. Очень неожиданном. Прямо вот для меня это был шок. Очень редко, когда книге удается прям настолько сильно меня удивить. Здесь-то получилось. В особенности с Нэн, которая казалась такой типичной, милой, доброй девочкой, 16-17 лет. И вытесняется, что она была Нигелом. Это, конечно, очень жестко. Вот. Ну, еще здесь может быть то, что мне не очень понравилось. Здесь все, кто участвует. Вот экипаж посудины и все четыре джедая. Здесь они все главные герои. И все происходит от их лица по очереди. Ну, мне это просто не очень сильно понравилось. Потому что очень уж часто, то есть чуть ли не каждую страницу тебя переносят с одного героя на другого, с одного на третьего и так далее. И как-то, ну, не знаю, чуть-чуть запутываешься, не успеваешь привыкнуть. Я бы хотел, чтобы здесь было вот побольше только от Рита Сайлоса по Давана и так далее. К тому же он тут и на обложке, и заявлен вообще как главный герой. Но он здесь примерно на уровне и с Орлой, и с Афи, вот, и с Комаком встречается. Так что, ну, не знаю. Хотелось бы побольше Рита. Но, в принципе, окей, почему бы и нет. Еще насчет дрингиров. Это очередной потенциал, который в Звездных войнах почему-то многие боятся раскрыть. То, что сюда можно вписать, грубо говоря, любую дичь, оживающие деревья. И если их грамотно вписать, то никаких вопросов не будут, потому что это же Звездные войны. Тут тысячи миллионов планет просто. Их здесь, ну, дофига. И любые, в принципе, живые существа, тот же камень, живот, оживающие деревья, они могут легко вписаться в Звездные войны. Просто потому, что здесь много планет. Много разных рас и так далее. Можно вписать какую угодно дичь. Если ее вписать грамотно, все это примут, всем это может понравиться. И они могут стать вообще новым трендом в Звездных войнах. Почему этого никто не делает? Ну, вот, боятся, наверное, что не смогут грамотно вписать. Но вот Клаудия Грей смогла. И дрингиры действительно, ну, интересно, необычно достаточно. Просто потому, что это оживающие деревья. Понятно, что они были уже где они только не встречались. И там мутанты в разных комиксах, оживающие деревья. И во Властелине колец они были. Но, в принципе, в Звездных войнах, ну, почему бы и нет. Если их получилось грамотно вписать. И они получились достаточно интересными злодеями. То есть, ну, вот это же большой потенциал в Звездных войнах. Но нет, мы лучше будем вот по стандартному пути. Те, что вначале обычные штурмовики. Потом просто будут дроиды. Потом будут девятый эпизод. Ну, то есть, я не знаю, почему никто не хочет ничего нового вписывать. Это как-то печально, я бы сказал. Вот, но у Клаудии Грей получилось. Это было очень неожиданно. Когда вот на станции просто вот была куча растительности, растительности. Думали, что тьма исходит от памятников. Памятники увезли. А в итоге оказалось, что это оживающие деревья. И они сами по себе были темными. И статуи их как раз-таки сдерживали. Ну, это был очень тоже интересный сюжетный поворот. Вот, еще в этой книге практически полный хэппи-энд. Вот, не знаю, может быть, было бы эмоциональнее, если бы в конце этой книги все-таки кто-то из героев погиб. Не знаю. Возможно, было бы действительно лучше. Потому что такой полный хэппи-энд, расслабленный достаточно, он как-то не совсем вяжется с таким напряженным приключенческим фильмом, книгой. Хотя, в принципе, понятно. Сейчас хэппи-энды практически везде. Но хотелось бы больше какой-то неоднозначности. Ее, в принципе, в конце вводит то, что Нэн встречается с Маркионом Ро из первой книги. Вот. Это, по крайней мере, их больше связывает. Эти обе книги. Вот. Но все равно они, по сути, никак не связаны. Эту книгу вообще спокойно можно читать отдельно, без первой. Ну, они действительно никак не связаны, фактически. Потому что с Джорой Мали мы знакомимся с первой книги, с Ритом Сайласом с этой. И, в принципе, все с Ниггилами. Ну, я не знаю. Про Ниггилов, в общем и целом, объясняются и в этой книге. Поэтому, да, эту книгу спокойно можно читать вообще отдельно, без Света джедаев. Почему бы и нет. Так что книга, ну, прям очень интересная, она меня порадовала. Ну, я не знаю, можно этой книге предъявить претензию, что здесь Ниггилы отошли скорее на второй план после Дринггиров. Ну, тут уж как бы я не знаю, кому как. Почему бы и нет, в принципе. Это еще добавляет больше неоднозначности. Показывает то, что галактика не может быть зациклена все время на одном злодеи. Что вот, ну, вот, Палпатин там, Ниггилы и так далее. Что там есть куча других контрабандистов опасных рас, которые не хотят, не знаю, мириться, которые, может быть, и расисты и так далее. Но это тоже достаточно интересно, что не надо зацикливаться вот просто на одном злодее на постоянной основе. Поэтому вот Клаудия Гре действительно очень интересно вписывает, в общем, свои необычные поправки в сюжет Звездных войн. И, ну, мне прям реально очень-очень нравится. Я бы хотел, чтобы она писала еще больше книг. Вот. Ну, а так, мне по большому счету больше нечего сказать про эту книгу. Вот. Пишите в комментариях, как эта книга вам. Но я по-прежнему жду, когда будет еще больше книг по Рассвету Республики. Там еще должна выйти третья про Джедая Вундеркинда. Я, правда, даже не знаю, когда она выйдет. Скорее всего, только весной. То есть ждать еще достаточно долго. Вот. Но я надеюсь. Правда, в отзывах, ее еще на русский не перевели, но в отзывах пишут, что она похуже. Но я не знаю. Я не хочу судить по одним отзывам. Хочу сам прочитать. Вот. Ну что ж. Кстати, еще вышла первая серия Боба Фетта. Опять же, пишите в комментариях, как она вам. Мне понравилась. Там очень атмосфера хорошая. Ну что ж. Всем спасибо за просмотр. Еще раз поздравляю с наступающим. Всем удачи и всем пока.